Вы смотрите итоги недели на канале ОТС, в студии Николай Сальников. Здравствуйте! Будни уже позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей, коротко о том, что взволновало жителей региона в эти семь дней. Время экономического кризиса денег не хватает и люди нередко берут кредиты. Однако в и без того нелегкой ситуации банки навязывают страховку, тем самым вгоняя людей в еще большие долги. Так что такое страхование? Способ наживы или средства финансовой безопасности? Об этом Виктория Рыжих в итогах недели. Магазины, сауны, кафе. Все эти заведения зачастую располагаются в подвалах многоквартирных домов. Но кто им дал на это право? Ксения Бородкина о том, кому на самом деле принадлежат подвальные помещения. Прогнозы на предстоящий паводок в Новосибирской области изменились не в лучшую сторону. Экспедиция в горы Алтая показала, снега значительно больше нормы. Анатолий Харитонов о том, чего нынче ждать этой весной. В регионе сдали первый единый госэкзамен. Этап досрочных ЕГЭ открыла базовая математика. Кто сдает экзамены раньше всех и какие новшества ждут выпускников в этом году, расскажет Наталья Цопина. На этой неделе депутаты областного парламента провели первую весеннюю сессию. Народные избранники утвердили увеличение регионального бюджета на 2,5 миллиарда рублей. Изменили закон о тишине, разработали новые правила поддержки инвесторов и не только. Началась сессия с минуты молчания в память жертв ростовской авиатрагедии и брюссельских терактов. Впрочем, и первый рабочий доклад был также на тему правопорядка. О деятельности новосибирской полиции за прошлый год отчитался Юрий Стерликов. В сфере жилищно-коммунального комплекса выявлено 76 преступлений, в том числе долевого строительства 13. В суд направлено уголовные дела по 63 преступлениям данного вида. Уголовные дела, связанные с долевым строительством, непростые. Как правило, они многоэпизодные. В целом, по словам начальника регионального МВД, в 2015 году количество преступлений увеличилось. В основном за счет краж и мошенничества. Но, например, есть положительная динамика в работе ГИБДД. Смертей на новосибирских дорогах стало меньше на четверть. В финансовой повестке дня депутаты обсудили меры поддержки региональных инвесторов. Предлагается для инвесторов, которые будут соответствовать определенным критериям, применять пониженную ставку налога на прибыль в размере 13,5%, а также освободить от налога на имущество. Федеральное правительство обязалось выдать годовые трансферты регионам до мая. В Новосибирской области эти средства составят 2,5 миллиарда рублей. Из них основная часть – это государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей – 1,271,000,000 рублей. И агрегировано на завод 313,000,000 рублей мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного жилого фонда и капитальным ремонтом многоквартирных домов. Помимо этого регион вошел в программу социального строительства. За счет федеральных и областных средств в текущем году построят школы в поселке Горном, на жилмассиве Березовом и в микрорайоне Горском. В дополнение к этим объектам планируют ввести в эксплуатацию детский садик в поселке Ложок. Также депутаты внесли изменения в закон об обеспечении тишины и покоя граждан. Дневное время отдыха сократилось на 60 минут. Запрет на работы и громкое прослушивание музыки в квартире отныне действует с 13 и до 14.00. Глава региона Владимир Городецкий вместе с новосибирскими бизнесменами на этой неделе посетил северную столицу России. Презентовали промышленный и научно-технический потенциал Сибири. Цель – обмен опытом в рамках программы импортозамещения. Рассказали о четырех наших флагманских проектах. Это проект по нанотрубкам углеродистым вызвал очень большой, надо сказать, интерес. Это медмедицинский технопарк, это проект своебойных машин работ и так далее. Я думаю, что очень интерес вызвали. Ну и наконец была встреча с губернатором Санкт-Петербурга Юрием Сергеевичем Полтавченко, где мы обсудили, как бы сверили еще раз видение наших намерений по каким направлениям и какой механизм будем реализовывать для того, чтобы как можно шире представить интеграцию. Кстати, сейчас в Санкт-Петербурге проходят дни Новосибирской области. Так реализуют двусторонние соглашения между правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. А теперь о сезонных проблемах. Весна в этом году портит настроение не только автовладельцам, но и жителям верхних этажей многоквартирных домов. Хотя, может, и не в весне дело? Ведь едва ли в ручьях с потолка можно обвинять матушку-природу. Есть такой афоризм. У каждого преступления есть имя и фамилия. Так вот, имена и фамилии директоров нерадивых управляющих компаний известны. Сигналы СОС на этой неделе подавали из разных концов Новосибирска. С улиц Народной, Пархоменко, авиастроителей и многих других. Потолочные водопады заставляли людей бегать с тазиками, выходить на чердаки, чтобы подлатать крышу или просто поселить пленку. И Елена Мирошниченко о том, как весна стала лакмусовой бумажкой в качестве работы коммунальщиков. Двери в комнату Ольги Равнягиной всегда открыты. Нет гостеприимности для проветривания. С декабря месяца у нас вот так вот текет крыша. Протекает все это на четвертый этаж. На четвертом этаже топит соседа. Все это сгнило. Вывалилось у меня пол стенки вон там. Зрелище неэстетичное, но не это страшно. Сыну Роме в такой сырости трудно дышать. У ребенка участились приступы астмы. Сегодня на улице похолодало и капель в доме прекратилась. Зато узоры из потеков и грибок красуются и в общих коридорах, и на кухне, и в квартирах соседей. И так уже пять лет. Но если раньше с потолка скромно капало, то в этом году потекло смелее. Управляющая компания о проблеме знает. Я вызывала, делала заявку. Приезжал директор, приезжал сантехник, плотник, все они были. У меня бежала вода в умывальнике. Приехал директор, сказал, либо мы сидим без света, что замыкает в резетку, вода текет, либо мне обрезают резетку. Резетку они перенесли на другую сторону, развернулись и пошли. Дому больше сорока лет. Ремонта тут не было никогда. Жильцы говорят, кровлю и стены готовы и сами привести в порядок, чтобы не ждать ремонта. Деньги на которые платят каждый месяц. Содержание и ремонт 642 рубля. Электроэнергия 1234 рубля. Вот такие деньги. А мы живем вдвоем с мужем. Почему ремонт в этих стенах роскошь, идем выяснять в управляющую компанию. Руководства на месте нет. Ответ журналистам УТС обещали дать завтра. А с потолка капает сегодня. Теплой весенней погоды в Новосибирске в этом году, по сути, еще не было. При этом с крыш уже течет. Что же будет с общежитием на первой механической, когда весна полностью вступит в свои права? Вероятно, жителям уже сейчас нужно готовить побольше ведер и тазов. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников. Специально для итогов недели. В общем, пока коммунальщики и жильцы не могут найти общего языка. И это при том, что с мая 2015-го лицензирование обслуживающих компаний в сфере ЖКХ стало обязательным. Более того, количество управляющих компаний увеличилось. И сейчас в Новосибирской области их 280. А значит, по логике, время, когда собственники бегали за коммунальщиками, должно кануть в лету. Но, видимо, на рынке ЖКХ законы логики не работают. И все же не во всех бедах виноваты коммунальщики. В Новосибирской госжилы инспекции призывают новосибирцев лучше вникать в вопросы дома управления. Зачастую собственники не принимают своевременных решений, когда управляющие компании им доказывают необходимость ремонта какого-то аварийного элемента. Как последняя ситуация на Ватутино, когда кусок балкона упал на проходящего прохожего. Мы очень много говорили о управляющей компании, которая там не огородила место, не предусмотрела меры. Мы сейчас находимся в проверке, но в то же время уже сейчас понятно, что управляющая компания на протяжении последних лет просила, убеждала собственников принять решение о ремонте этого элемента балконных плит. Собственники категорически в ультимативной форме отклоняли предложение управляющей компании о выполнении ремонта. А сейчас спустимся с небес на землю, а точнее с чердака в подвал. Оказывается, помещение ниже уровня земли в жилых домах – лакомый кусочек для коммерсантов. А раздают эти кусочки направо и налево муниципальные власти. Вот только прав на площади ни у предпринимателей, ни у городских чиновников нет. Беспрецедентное решение вынес Верховный суд России. Ксения Бородкина выяснила, а нужны ли подвалы жителям новосибирских многоквартирников. Ленинский район Новосибирска, улица Костычева. У каждого жителя 44-го дома есть ключи от подвала. Спускаемся вниз и видим все, что расположено под квартирами в распоряжении местных жителей. Еще когда строили дом, а было это в 1963 году, в подвале установили специальные кабинки, где можно хранить вещи. И до сих пор здесь порядок. А недавно провели освещение. Сколько у нас дома? Уже больше 50 лет. И вот по сей день вот эти вот кабинки, как они построились, так они вот и существуют. Хорошо пользуются. Они как бы сейчас у нас некоторые вот новые жители, которые заехали, они спрашивают, что можно ли где-то вот какую-нибудь кабиночку занять. Поэтому, ну у нас здесь и порядок. Но таких примеров по Новосибирску единицы. Большая часть подвальных помещений в распоряжении муниципалитета. А некоторые и вовсе уже давно в собственности у частных лиц, не проживающих в доме. Пользуясь слабостью закона, предприимчивые граждане успели оформить документы, по сути, на чужие помещения. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что в аренду ждал вот это помещение? Ой, это помещение. Это собственность. Собственность вашего руководителя. Ну да. Это подвал дома по улице Богдана Хмельницкого, 11. Здесь расположились магазины и кафе. Причем для каждого переоборудован отдельный вход. В подвале и на первом этаже обычной пятиэтажки смогли уместиться два десятка различных заведений. Причем, как они все сюда попали, жильцы многоквартирника не знают. Дмитрий живет здесь больше 10 лет и такому соседству не рад. Подвал захватили коммерсанты и местным некуда складывать личные вещи. Более того, здесь есть и злачные заведения, где очень громко и допоздна играет музыка. Вопрос давно хотели задать по этому поводу, но у нас как-то все это на уровне администрации решалось и все заканчивалось тем, что это частная собственность. Частная собственность именно вот этих кафе, магазинов? Да, да, да. Это им все отдали? Как бы и получается, да. У большинства жильцов дома квартиры уже приватизированы. А это значит, что по закону они могут претендовать на подвальные помещения. Только для людей это закрытая территория. Многие там даже не были ни разу. Сразу видно, хозяина у этой территории нет. Вход в подвал завален всяким хламом, а дверь закрыта на замок. Ключей у жильцов дома нет. Доступ туда есть только у арендаторов первых этажей. Согласно статье 36 жилищного кодекса, подвалы принадлежат собственникам квартир. Это значит, что люди могут самостоятельно распоряжаться этими помещениями, хранить свои вещи, сдавать в аренду. А вырученные деньги могут направлять, например, на ремонт дома. Вот только на деле все обстоит иначе. Проблема возникла еще в 90-е годы, когда началась массовая приватизация квартир. Находчивые граждане захватили подвалы и оформили на них документы. А также муниципалитет забрал часть помещений себе. Собственников квартир просто не спрашивали. В тот момент, переходный момент, начало осуществления процедуры приватизации, пока собственники не реализовали свое право на приватизацию, органы местного самоуправления сформировали общее назначение подвальных помещений. И, соответственно, коль они были сформированы, то они являются собственниками данных подвальных помещений. И в настоящий момент действия органов местного самоуправления по использованию общего имущества подвальных помещений, имеющих самостоятельное назначение, здесь правомерные. Все же опускать руки не стоит. Отстоять право на пользование подвалом будет сложно. Но вполне реально. Через суд. Кстати, в Новосибирске несколько положительных решений в сторону жильцов было принято. На Карла Маркса 55 люди смогли отстоять подвалы только потому, что когда случилась протечка труб, сантехники не смогли пройти через арендованные помещения. Собственники достаточно так активно вникают в свои права, желают ими пользоваться и очень много обращаются и ко мне, как депутату на округе и в приемную нашего регионального отделения. Мы, конечно, пытаемся им помочь, но сами упираемся в то действующее законодательство, которое на сегодняшний день существует. Это очень большая работа. Должна она вестись, конечно, сверху вниз. То есть федеральный закон от нас инициатива с мест. Недавно на сторону собственников квартир встал и Верховный суд. Прецедентом стал иск жителей одного из небольших городов России. В начале 2000-х местные власти признали подвал муниципальной собственностью и сдали в аренду частной фирме. Жилец предъявил иск чиновникам. Суды нескольких инстанций с претензией не соглашались, а вот Верховный постановил, если хотя бы одна квартира в доме стала частной, то подвал трогать нельзя. Также запрещено сдавать подвал в аренду, если это будет препятствовать доступу к инженерным коммуникациям. Теперь этот пример должен стать реальной судебной практикой для ниже стоящих инстанций Фемиды. Ксения Бородкина, Рафаэль Харидинов, Василий Тополев. Итоги недели. В Новосибирской области стартовала подготовка к посевной. В этом году в регионе засеет 2 миллиона 400 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом. По информации министра сельского хозяйства Василия Пронкина, семена уже запасли в Татарский, Баганский, Устарский районы. А вот в Чулымском, Ордынском и Краснозерском темпы подготовки посевного материала пока низкие. В планах областных властей приобрести 7 тысяч тонн элитных семян. Проблем с топливом в этом году не возникнет, пообещали в правительстве. А вот у обычных автовладельцев проблемы с горючим, похоже, уже появились. На новосибирских АЗС подорожал бензин. Стоимость литра увеличилась на 20-30 копеек в зависимости от марки топлива. Независимые трейдеры связывают это с ростом закупочных цен. С января 1 тонна 92-го бензина подорожала на 6 тысяч рублей, 95-го на 13. Оптовая цена дизельного топлива тоже выросла. Однако на заправках его стоимость пока не изменилась. По оценкам независимых экспертов, горючее в ближайшее время опять подорожает. С 1 апреля на ГСМ поднимется акцизная ставка. Впрочем, нету худа без добра. Областное правительство ожидает федеральный трансферт за счет повышения топливных акцизов. Ориентировочно 580 миллионов рублей. Эти деньги направят на строительство и ремонт дорог в регионе. А теперь свежий прогноз по весеннему паводку. Подтопление дачных обществ в Новосибирской области похоже не избежать. По мнению метеорологов, наводнение может быть даже мощнее прошлогоднего. Большую воду стоит ждать в конце апреля. Анатолий Харитонов подробнее. В региональном правительстве детальный анализ причин прошлогоднего паводка. Самого сильного за последние 46 лет. Версия директора Новосибирской ГЭС Святослава Полторанина. Сотрудники гидроэлектростанции не виноваты. Решение о сбросе колоссального объема воды тогда принимали метеорологи. Затопило десятки садоводческих обществ. Причем не только рядом с плотиной, но и гораздо ниже по течению. По улицам тогда плавали на лодках, спасая имущество, а сотрудники МЧС эвакуировали тех, кто был отрезан от большой земли. Позже выяснилось, специалисты ошиблись в прогнозах. Не учли, что запасы снега в поймах Ини и Чумыша, это притоки Аби, значительно превысили норму. Нужно в обязательном порядке сделать информационно-аналитический центр, который бы позволил обеспечить не только краткосрочное прогнозирование, чем сейчас занимается гидрометцентр. Нам нужно с вами еще и построить систему долгосрочного прогнозирования, которая бы позволяла учитывать сотни факторов, влияющих на режим пропуска весеннего половодия. Сотрудники Западно-Сибирского гидрометцентра сейчас в экспедиции в республике Алтай. Обследуют горные склоны Семинский и Усть-Коксинский перевалы. Задача специалистов – дать прогноз, когда и как быстро растает снег в питающие реки. По предварительным данным, запасы снега в горах в этом году больше, чем в прошлом. Запасы снега больше нормы на 45%. Это в горах и в долинах рек запасы снега на 20-25% также больше. То есть при интенсивном таянии паводок будет. В этом году первую волну паводка ждут в конце апреля-начале мая, вторую – в июне. Она будет очень сильной, уверены метеорологи. И подтоплений не избежать. Владельцам коттеджей и дач, расположенных в пойме Аби, надо готовиться к худшему. Ситуация усугубляется еще и тем, что в ноябре выпало слишком много осадков. Почва сейчас переувлажненная, а значит, талая вода не сможет впитаться в землю и разольется по поверхности. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников. Специально для итогов недели. Это итоги недели на канале ОТС. Смотрите далее в программе. У банков новые методы работы. Страховка как неотвратимость. В одном из новосибирских таксопарков при трудоустройстве у водителей забирают паспорта, а возвращают только за деньги. Тайн микромира становится меньше. Новосибирские ядерщики изобрели радиоактивный микроскоп. А теперь о кредитах. Проблема коллекторского беспредела уже известна всем и, напомню, решается федеральными законотворцами. В последнее время новосибирцы начали массово жаловаться на страховые поборы в банках. Казалось бы, на дворе кризис, средств зачастую не хватает. Но банки тут как тут. Пользуются ситуацией и бьют самых беззащитных. Дело в том, что еще недавно при заявке на кредит выбор, страховать ли заем, был добровольным для клиента. Нынче же кредитные менеджеры даже заявку принимать отказываются, если заемщик не хочет страховаться. Особо огорчает то, что кредитная страховка не защищает от потери работы. А значит, новые требования банков это откровенный беспредел и вакханалия. Виктория Рыжих разбиралась в современных методах наживы кредитных организаций. Договоры с банками не всегда понятны простому обывателю. А если их еще и читать невнимательно, то можно лишиться кругленькой суммы. Помимо различных комиссий за обслуживание счета, кредитной карты, смс-оповещения, могут приплюсовать и страховку от невыплаты. Правда, уважающие себя банки так не поступают. В рамках консультации обязательно говорится о том, что сумма, которая будет составлять тело кредита, включает в себя или не включает в себя определенную страховку. И, соответственно, человек уже понимает, какая в данном случае будет переплата. Кстати, можно прилично сэкономить, сразу оплачивая страховку, не включая ее в сумму кредита. Вы не будете переплачивать за проценты. Страховка от потери работы сейчас достаточно актуальна. Приобретая ее, можно получить более выгодную ставку. Часто бывает в договорах кредитования банка следующая фраза, что он может не страховаться, но тогда ставка по кредиту сразу же вырастает. То есть вот этот процент, на который вырастает, это идет так называемый фонд резервирования. По факту это собственное страхование самого банка. Большую часть прибыли от страхования вкладов забирает себе банк. Иногда доходит до 95%. Страховой компании остается лишь малая часть. Как говорят, от суммы и от тюрьмы не зарекайся. Несчастные случаи действительно случаются. И работу можно потерять неожиданно. Но много ли таких случаев? По данным сайта страхования, сегодня поступления только в один известный банк от страхования жизни составляют 44 миллиарда, а выплаты всего 2,5 миллиарда рублей. Есть другие механизмы, за счет которых банки обеспечивают надежность своих вкладов. Но они хотят еще и, получается, заработать и на тяжелой жизненной ситуации граждан. И с точки зрения закона, и с точки зрения морали и нравственности, я считаю, это недопустимая ситуация. Правило отказывать в приеме заявки чаще всего негласное. А иногда это и вовсе личная инициатива менеджеров. Поэтому, столкнувшись с этим, смело пишите письмо руководству кредитной организации, если не помогает, в Центробанк и прокуратуру. Судиться с банком можно, но сложно. Истец должен доказать свои исковые требования. То есть он должен будет доказать, что, во-первых, ему отказали в кредите. Сразу скажу, я за свою практику не видела ни одного письменного документа из банка, где написано, что мы вам отказываем, потому что вы не хотите застраховаться. Объем проблемных кредитов по России составляет 620 миллиардов рублей. Мы спросили у новосибирцев, часто ли они берут кредиты и страховку к ним. Не было такого, это уже новое, по-моему, явление. Да, если такое отказывают, положительного решения не дают. Он был так ветеревато вписан аккуратно в тело договора. Но в итоге я через несколько лет все это решил поставить на свои места и мы отсудили. Вы отсудили день не за кредит? Да, около 100 тысяч. Случаи, когда о вписанной страховке заемщик узнает непосредственно перед подписанием договора, психологи называют манипуляцией. Написание заявки, сбор всех документов и без того утомили клиента. Лишние несколько тысяч – да бог с ними. Он уже смотрит на это частично под эйфорией реализации желания. Поэтому он более склонен соглашаться. Соглашаться в том числе и на не совсем выгодные для самого себя условия. И вот эта вот условная морковка перед носом ослика, которая появляется в последнюю секунду, но до которой все время невозможно дотянуться. Это очень часто используемая манипуляция. Есть еще один конфликт – внутренний. Просить денег в долг для большинства людей – значит признаться в своей несостоятельности. Но куда страшнее невозможность выплатить кредит. Это ведет к совершенно иным последствиям. Кредитный суицид – это эпидемия. Несмотря на отсутствие внятной статистики, самоубийства на почве долгов всегда заметны. Россия занимает восьмое место в мире в черном списке. Эксперты уверяют – главная проблема в невнимательности самих заемщиков. А сведение счета с жизнью – не решение проблемы. Виктория Рыжих, Евгений Агеев, Василий Тополев. Итоги недели. Оказаться в кабале у банка ничуть не легче, чем в рабстве у работодателя. Ведь, как известно, у рабов забирают документы. Оказывается, в 21 веке сей феномен еще существует. В редакцию канала ОТС обратились новосибирские таксисты. Работодатель удерживает паспорта водителей и заставляет покупать документы. В итоге люди не могут оплачивать коммуналку, получать письма на почте и обращаться в госучреждения. Да даже элементарно к врачу. Абсурдные правила приема на работу действуют в компании ИП «Хилькевич». Это таксопарк, также известный как «Элит-авто» на Тюменской 2. Подробности в следующем материале. При оформлении было такое условие, что или 6 тысяч в залог оставляешь, или паспорт. Ну, конечно же, денег наличных таких не было. Пришлось оставить паспорт. Отработал двое суток. Решил уйти. Не понравилась мне работа. Паспорт забрать не могу. Поисковая система в интернете по адресу Тюменская 2 предприятие ИП «Хилькевич» не показывает. Но есть некое «Элит-авто». Учредители у фирм одни и те же. Таксист Евгений Сахаров вместе с нашей съемочной группой предпринял очередную попытку забрать свой паспорт. Что вы хотели? Паспорт забрать. Я не знаю, о чем вы говорите. Что? Я не знаю, о чем вы говорите. Я вам отдавал паспорт в залог. Я отдавал 22-го числа выходя на работу. Я отдал вам паспорт в залог. Со слов Дарьи, офис-менеджера компании «Элит-авто», никто никаких документов у водителей не брал. В течение нескольких минут, что длилась перепалка, в офис заглядывали и другие люди. Но офис-менеджер вежливо просила всех не входить. Однако кое-кто из пришедших все же не выдержал томительного ожидания. Можно тихонечко выйти? Здравствуйте. Я случайно услышала ваш разговор. Мы по тому же самому вопросу. Все руководите. А руководителю паспорт вы моего сына забрали. Договор на руки вы не дали. А вот понятно, значит мы в прокуратуру, наверное, идем все дружно. Причем паспорт в таксоконторе водителям не возвращают даже в исключительных случаях. Упросил паспорта в больницу пойти. Он говорит, 14 дней отрабатывал. Либо 6,5 тысяч приводил. Михаил тоже решил уволиться из фирмы. Но проблемы начались в гараже. Местные механики долго отказывались принимать машину. Якобы не было распоряжения. Как оказалось, даже водитель съемочной группы ОТС, очутившись на Тюменской-2, сразу понял цель приезда журналистов. У меня уходили друзья именно в эту фирму. И возвращались уже обратно без паспортов. С очень большими долгами. А как вот там в эти долги они вводили? То есть за что? Как так получалось? Ну, типа не выход на работу, левые штрафы, которые приходили с ГАИ. Директор ООО «Элитавто» Антон Мазарчук не попал в объектив видеокамеры. Яркий представитель эпохи 90-х покинул таксопарк сразу, когда журналисты ОТС подъехали к офису компании. Юристы советуют требовать свои документы с нерадивого работодателя письменным заявлением, отправленным по почте. В целом же принцип трудоустройства в «Элитавто» эксперты считают чистой воды уголовщиной. Я полагаю, что это действие следует квалифицировать по статье 325 части 2 Уголовного кодекса. Это незаконное изъятие паспорта у гражданина. В данном случае работнику следует обратиться к работодателю и потребовать возврата паспорта. Если в законном требовании будет отказано, обратиться в правоохранительные органы по месту совершения преступления с соответствующим заявлением. Как нам стало известно, заявлений от пострадавших водителей у местного участкового уже несколько десятков. В ближайшее время мы ждем официальных комментариев от представителей правопорядка. На этой неделе в регионе прошел первый единый госэкзамен в учебном году. Этап досрочных ЕГЭ открыла базовая математика. Желающих было немного – 11 человек. По прогнозам, самым массовым будет русский язык – около 150 человек. Кто сдает экзамен раньше всех и какие новшества ЕГЭ в этом году, расскажет Наталья Ацопина. Правила те же, но тем, кто сдает ЕГЭ досрочно, внимание достается куда больше. В основном потоки, которые начнется в конце мая, на один пункт приходят до 250 человек. Сегодня – 11. Чаще всего это выпускники прошлых лет. В этом году из 240 всего 4 одиннадцатиклассника. У каждого своя причина – сдавать раньше. – Аллергия сезонная, либо уезжает куда-то на соревнования. Это те, которые уже по индивидуальному плану выпускники текущего года закончили обучение, допущены государственные итоговые аттестации, им выставлены все итоговые оценки, и они после успешной сдачи экзаменов получат уже аттестат. Выпускник прошлых лет Роман и вовсе решил сдать экзамен на спор. Несколько лет назад за свой ЕГЭ набрал неплохие баллы. Теперь ему надо 100. В своих знаниях уверен. Вроде того, школьная программа несложная, можно освоить за неделю потолок. Задание распечатывают прямо в аудитории. Через три часа бланки с ответами отсканируют в школе и отправят в центр обработки. Это помогает уменьшить бумажную волокиту и увеличить секретность материалов. Все кабинеты рядом с той аудиторией, где идет ЕГЭ, опечатаны. А за ходом самого экзамена с помощью видеотрансляции следят онлайн-наблюдатели. Главный офлайн-наблюдатель Николай Алексеевич, федеральный инспектор Рособнадзора. Уже в восемь утра успел оценить подготовку, наличие материалов, работу организаторов и наблюдателей. Говорит, обычно бывают не нарушения, а замечания, которые тут же исправляют. Спорить пытаются немногие. Ну, как правило, это выпускники прошлых лет. Якобы они не знали, что нельзя пройти с брелком от машины, нельзя пройти со своим сотовым телефоном. Хотя встречаются такие, что один сотовый телефон сдают, а второй сотовый телефон пытаются пронести с собой. Узнать свои результаты можно будет через неделю. В течение двух дней есть возможность оспорить. Следующие в списке – информатика и история. В этом году досрочные ЕГЭ проходят в 15-й школе Новосибирска. Только устную часть иностранного языка проверят в 12-й гимназии. Наталья Цопина, Евгений Агеев. Специально для итогов недели. А теперь со школьной скамьи в большую науку. В Новосибирском институте ядерной физики разработали метод, который позволяет буквально заглянуть внутрь самых миниатюрных экземпляров. Первыми объектами изучения стали кусочек Челябинского метеорита и муха дрозофила. Гипермощный источник радиации закрыл свинцовой дверью Сергей Толмачев. Мы видим осул Челябинского метеорита, который был восстановлен в уровне структуры. Мы его можем вращать и видеть внутренний состав. На экране Алексей видит изображение, которое получено с помощью уникальной установки. По сути, это фотокамера, только вместо пленки применяют специальный состав. Мы применили для этого сентилятор СЕЗИОД, активированный талием. И напыляли слои порядка 3 микрон. Такая технология позволяет буквально заглянуть внутрь самых маленьких объектов. Муху дрозофилу, размер которой около 2 мм, ученые разложили на атомы. Высокоинтенсивное серединское изучение позволяет характеризовать не только внутреннюю структуру, но и узнавать, из чего конкретно состоит, из каких атомов конкретно состоит исследуемый объект. Эта камера может иметь самое широкое применение. В геологии, археологии, машиностроении. Удивительно, но задачи создать прикладную технологию не было. Открытие – побочный продукт фундаментальных исследований. Были сделаны для совершенно фундаментальной задачи, как монитор мионного пучка в эксперименте, который расположен в Швейцарии. Сами исследователи говорят, они, по сути, просто усовершенствовали всем знакомый рентгеновский аппарат. Только материалы принципиально новые и излучение мощнее на несколько порядков. Съемка проходит вот в этой камере. Радиация здесь внутри в 10 миллионов раз выше, чем в центре Новосибирска. Поэтому лучше закрыть слинцовую дверь. Для человека такое излучение смертельно. Сейчас ученые работают над тем, чтобы снизить уровень радиации и не потерять при этом в качестве съемки. Тогда установку можно будет применять и в медицине. Например, чтобы понять структуру опухолей. Сергей Толмачев, Александр Ведерников. Специально для итогов недели. Впрочем, помимо охотников за научными открытиями, активизируются и заядлые любители древнего промысла. Впереди старт весеннего охотничьего сезона. Где нынче можно поживиться дичью и получить необходимые документы, знает Алия Арзаева. Охотиться Александр Бутин начал еще в юности. Ходит с ружьем и сейчас. Созданием чучел заинтересовался тоже давным-давно. Сначала дядя подсказывал, потом изучал по книгам, а сейчас с помощью интернета. Чучело создает из своих трофеев или тех, что привозят знакомые. Коллекция постоянно обновляется. Сейчас мечтает поработать с фазаном. Правда, он у нас не водится. Климат холодный. К весеннему сезону охоты Александр уже готов. При весеннем будет, конечно, взять путевку и съездить. Это просто для души. Побывать на природе. На день типа с природой, что отдохнешь душой и телом. Предпочтений на кого охотиться у Александра нет. Увлекает сам процесс. А вот местный егерь Виталий говорит, интереснее всего выслеживать зайца. Их в Сузунских лесах в последние годы стало заметно больше. Но пока охота здесь под запретом. Вся охота уже запрещена. Нахождение с оружием в угодьях запрещено. Это будет рассматриваться как браконьерство. То есть там соответствующее наказание. В ходе того, что до лишения права охоты. Сезон весенней охоты стартует в этом году 16 апреля. И продлится 10 дней. Разрешение можно приобрести с конца марта. Государственная пошла на ней изменится. То есть она составляет 650 рублей за разрешение. Выдача будет производиться в течение всей рабочей недели. И не только до начала охоты, до 16, а так и в последующие дни. То есть охотник может обратиться практически в любое время. Вот по адресу Жуковского стуга. На сегодня в Новосибирской области около 90 тысяч охотников. Из них в весенний сезон открывают чуть больше 10%. А короткие сроки охоты объясняют просто. Отстрел можно производить, пока птицы не свили гнезда. Охотятся в основном на селезня и уток. А вот отстрел глухаря в этом сезоне ограничили. Алия Арзаева, Борис Гладких специально для итогов недели. Так прожил эти будни регион 54. А мы встречаемся на канале ОТС в следующие выходные. Позитивного всем настроения и легкого начала новой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова